Привет, друзья! Мы приехали в отель Delfin Big Grand Resort. Отель находится в Анталии, буквально в 15 минутах езды от аэропорта. Первые отели Турции начали строить именно в Анталии. Но так как это город-миллионник, решили, что лучше развивать более мелкие города на побережье и даже поселки. Поэтому в последние годы новые отели в Анталии практически не строятся. При входе в отель температуру никто не проверяет, в последнее время стало нормой проверять температуру. Но видимо отель не считает нужным это делать, потому что все гости приезжают или с отрицательными ПЦР-тестами, или с сертификатами о вакцинации. Первое впечатление об отеле очень яркое. Вокруг все стильное, грандиозное и масштабное. И даже аромат вокруг стоит такой, как будто ты находишься не в холле отеля, а в цветочном саду. Прямо в холле бушует искусственный фонтан-водопад. Размером в несколько этажей висит грандиозная люстра. А между этажами скользят, плавают, но точно это нельзя назвать, ездят пять прозрачных лифтов. Выйдя из автобуса, к своим чемоданам мы даже не притронулись. Сотрудники подхватили их прямо из автобуса и принесли в холл отеля. Чтобы поселиться в отель, нужно заполнить две формы, в которых не более чем по четыре строчки. Это заняло буквально пять минут. Я не успел даже как следует снять видео про холл отеля, а нас уже позвали надеть на руку браслеты. Причем происходит все настолько культурно, вежливо, благодаря за то, что надели каждый браслет. Одним словом, на стадии ресепшена обслуживание на высочайшем уровне. У нас были разные поселения в отеле. Было такое, что нас селили через семь часов после приезда в отель. Но так, чтобы дали номер через семь минут после того, как мы зашли в отель, такое у нас реально впервые. Сразу же после того, как нам на руки надели ленточки, девушка на ресепшене говорит «Уважаемые гости, ваш номер уже готов». А сейчас, кстати, не два часа дня, когда обычно проходит заселение, а 12 часов. В этот раз в отель мы приехали вчетвером, и номер у нас на четверых человек. Биллбою было явно сложновато справиться со всем нашим багажом. Я хотел ему помочь, но он чуть ли не обиделся, что я отнимаю у него его работу. Сотрудники на ресепшене очень уверенно говорят и на русском, и на английском, хотя отель, насколько я понимаю, мульти-международный и не заточен исключительно под русскоговорящих туристов. Кстати, как только мы зашли в холл, к нам тут же подошла девушка-официантка и поинтересовалась, что мы будем пить. Причем на наших руках еще не было ленточек с надписью «Дельфин». Просто идея состоит в том, чтобы всем, кто находится на территории отеля, было комфортно. Наш номер 4622 в блоке «Ди». И теоретически он должен был бы находиться на четвертом этаже, но он находится на шестом. Отель настолько огромный, что заблудиться в нем можно на раз. В отеле на минуточку 19 лифтов. Наш номер должен быть с видом на море. Когда мы покупали тур, разница в цене между номером с видом на парк и с видом на море была всего 4 доллара. Мы, конечно же, решили шикануть и взяли именно его. Сейчас на ресепшене нам предложили номер еще высшего класса с двумя ванными комнатами. Конечно же, за какую-то доплату, но мы даже не стали узнавать, за какую, сразу отказались. Вот так вот нарядно, романтично, стильно и со вкусом встречает нас наш номер. Оказывается, те лебеди из полотенец, которые нам делали в предыдущих отелях, были просто жалкой подделкой. В этот раз Билбой свои чаевые реально заработал. Эта должность в отеле, наверное, самая легкая и в то же время самая хлебная. Первым делом, думаю, нужно оценить, какой вид открывается с нашего балкона. Друзья, это просто грандиозно, восхитительно и ошеломительно. Мне кажется, что это именно то, чем может заманить нас к себе Турция в начале зимы. Потрясающая панорама, шикарный отель, шикарно видно Средиземное море. В турецком языке, кстати, Средиземное море называется Агденис, Белое море. Мне кажется, глядя на море в данный момент, становится абсолютно понятным, почему оно так называется. Не хочется портить момент, но в нашем номере есть два мини-бара, которые, думаю, самое время проинспектировать. Итак, чем же нас удивит и порадует мини-бар? Помимо обычной воды, минеральная вода, здесь ее называют сода, холодный чай Липтон, три маленьких сока с разными вкусами, пепси, меринда и пепси без сахара. Также два вида пива. Эфес Малт, оно более нежное и легкое. И Эфес Пилсен, это более классическое пиво. Эфес это очень классное пиво. Оно однозначно лучшее в Турции и, на мой взгляд, выигрывает у многих других мировых брендов. Также есть белое вино и красное вино. Я только что вам рассказывал, что Белое море по-турецки звучит Агденис. Так вот, вино называется Агденис Инджиси. Жемчужина Белого моря. Помимо напитков, есть разные снеки. Например, соломка Юлькер. Юлькер это одна из лучших торговых марок Турции. Также чипсы и два вафельных батончика Нестле. Вы заметили, какая подборка торговых марок? Пепси, Эфес, Нестле. В общем, все самое-самое лучшее. Так получилось, что в день приезда в нашей компании мы празднуем день рождения. В отеле есть 7 а-ля карт ресторанов. На данный момент работает только 3. Записываться в рестораны можно в любое время, пока там есть места. Записаться можно двумя способами. В специальной программе, скачанной в плей-маркете. Или в одном из терминалов, стоящих в холле отеля. Начинать записываться можно за день до посещения ресторана. Понятно, что на сегодня мест в ресторанах уже нет. Мы подошли к гест-рилейшену, сказали, что у нас сегодня день рождения. И он нас записал в китайский ресторан, в который мы и хотели. Помимо китайского, сейчас еще работают мексиканский и итальянский. Итак, что у нас в меню? Не буду показывать все, но из основных блюд, например, говядина по-монгольски, телятина с перцем, баранина под устричным соусом, утка по-пекински в апельсиновом соусе, кальмары под имбирным соусом, креветки с луком, а на десерт жареное мороженое или банан с медом. На первое мы заказали китайский кисло-сладкий суп с грибами, сыром, тофу, крабом и креветками. Я не пробовал такой суп в Китае, но здесь он очень вкусный. На второе прозрачная лапша с креветками. Это не значит, что основное блюдо, а просто второе. Китайские жареные пельмени с каким-то соусом, с каким я не знаю. И утка по-пекински. Небольшой мастер-класс, как нужно есть утку по-пекински. Берем китайский лаваш, намазываем его кисло-сладким соусом, заворачиваем кусочек утки, добавляем ломтики капусты, морковки и огурцов, сдабриваем все это еще медовым соусом, заворачиваем и будьте здоровы, приятного аппетита! И напоследок, конечно же, жареное мороженое. Оформление, подача у всех блюд просто фантастические. На вкус все эти блюда ничем не хуже, а иногда даже лучше, чем на вид. Одним словом, весь ужин, как и первый день в отеле, оказались прекрасными. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь на наш канал Мечта Путешественника и смотрите продолжение наших приключений в Турции зимой. Нажимайте на конечную заставку, чтобы перейти на следующее увлекательное видео. Всем хорошего отдыха, ярких впечатлений. До встречи на пляжах Турции.